Девушки отдыхают Девушки отдыхают Возникающие в связи с предоставлением страховыми организациями страховых услуг по страховой защите имущественных интересов физических и юридических лиц От различного рода неблагоприятных событий, называемые страховыми отношениями Совокупность страховых отношений неординарна по своему составу и включает так, как отношения, возникающие при заключении исполнения договора о страховании, так и отношения, возникающие в связи с регулированием государства, деятельность страховых организаций и других субъектов страхового рынка При всей этой разнородности перечисленных правоотношений По их субъектному составу и источникам возникновения они едины в том, что своим происхождением обязаны существование сложной системы организации Предоставление страховыми организациями услуг по страховой защите граждан и юридическим лицам и функционированию страхового рынка Основным органом, осуществляющим регулирование и контроль страхового секта Республики Казахстан является Национальный банк Республики Казахстан На сегодняшний день Национальный банк Республики Казахстан осуществляет свои полномочия по регулированию страховой, банковской деятельности, надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, субъектов рынка ценных бумаг и кредитных бюро через комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нам необходимо отметить, что основным правовым актом и регулирующим страховые отношения является специальный закон Республики Казахстан о страховой деятельности от 18 декабря 2000 года, но с изменениями и дополнениями по нынешний день Данный закон, так же как и Гражданский кодекс, может отнести группе общих нормативных правовых актов по страхованию, так как в них содержатся универсальные правила регулирования страховых отношений, то есть правила общие для всех участников страхования Именно в силу своей универсальности они тесно связаны с другими общими нормами, регулирующие возникновение, прекращение, изменение и исполнение страховых обязательств В рамках закона Республики Казахстан о страховой деятельности устанавливаются правовые нормы, регулирующие организацию страховой деятельности в Республике Казахстан К ним относятся вопросы страхового рынка, страхового посредничества, вопросы актуарной деятельности, аудита и отчетности в сфере страхования, вопросы создания, реорганизации и ликвидации страховой перестраховочной организации Порядок лицензирования ее деятельности, основные полномочия уполномоченных органов в области страхования, порядок регулирования страховой деятельности перестраховочной организации В законе о страховой деятельности, как и в основном нормативном правом акте, регулирующей страховую деятельность в Республике Казахстан установлены положения по ведению страхования как одного из видов предпринимательской деятельности, особенности создания страховых и перестраховочных организаций, а также положения по регулированию деятельности страховых брокеров, порядок их лицензирования, прекращение деятельности, задачи правового регулирования, страхового рынка и принципы обеспечения надзора страховой деятельности. В соответствии со статьей 6 данного закона, страховая деятельность подразделяется на две отрасли, как страхование жизни и общее страхование. В свою очередь страхование жизни состоит из следующих классов. Это страхование жизни, ануитентное страхование, страхование к наступлению определенного события в жизни, страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. К отрасли, общее страхование, относятся следующие классы в добровольной форме страхования. Это страхование от несчастных случаев, страхование на случай болезни, страхование автомобильного транспорта, страхование железнодорожного транспорта, страхование воздушного транспорта, страхование водного транспорта, страхование грузов, 1. Страхование имущества от ущерба за исключением некоторых классов, указанных под пунктом 3.7 данного закона. 2. Страхование гражданской правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта. 3. Страхование гражданской правовой ответственности владельцев воздушного транспорта. 4. Страхование гражданской правовой ответственности владельцев водного транспорта. Итак, ребята, я бы хотела остановиться на обязательном социальном страховании. Закон Республики Казахстан об обязательном социальном страховании предусматривает обязательное страхование работников самостоятельно занятых лиц, включая иностранцев и лиц без гражданства, при наступлении в случае социального риска по видам обязательного социального страхования. К видам обязательного социального страхования относятся в случае утраты трудоспособности, в случае потери кальминца, в случае потери работы, в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, в случае потери дохода в связи с усыновлением, удовольствием новорожденного ребенка, детей. В случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижениям возраста одного года. Основной целью обязательного социального страхования является гарантия прав граждан РК на получение социальных выплат при наступлении случаев риска по видам обязательного социального страхования. Реализация прав граждан на обязательное социальное страхование обеспечивается следующими принципами. Это всеобщность соблюдения и исполнения законодательства РК об обязательном социальном страховании. Гарантирование государства мер, применяемых для обеспечения социальных выплат. Обязательность участия в системе обязательного социального страхования, использование социальных отчислений над социальной выплатой в соответствии с настоящим законом. И обязательность социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим законом. Дифференциация размеров социальных выплат, гласность в деятельности государственных органов, обеспечивающая обязательное социальное страхование. Но мне хотелось бы остановиться на таком законе, как закон об обязательном социальном медицинском страховании. Данный закон регулируется обязательное социальное страхование граждан за исключением лиц, освобожденных от уплаты взносов, в целях обеспечения прав граждан РК на охрану здоровья. Закон предусматривает осуществление гражданами РК, иностранными гражданами и лицами безгражданства, имеющей постоянную деятельность Республики Казахстан, уплаты взносов в фонд обязательного социального медицинского страхования. Отчисления и взносы, сделанные участниками обязательного социального медицинского страхования, формируются и аккумулируются в фонде, который в последующем обеспечивает оплату услуг субъектов страхования, оказывающих медицинскую помощь. Ну, право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и или взносов в фонд, а также освобождение от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 вышеназванного закона. В случае неуплаты отчислений и или взносов лица получают медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования не более трех месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений и или взносов. Это право не освобождает лица от обязанности уплаты взносов в фонд за неуплаченный период. Положение пункта 2 настоящей статьи не распространяется на физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республик Казахстан о налогах и других обязательных платежей в бюджет налоговый кодекс. Положение следующее. Но не более 12 месяцев предшествующих дате оплаты. В размере 5% от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете за каждый месяц. Не включаются в исчисляемый неуплаченный период, если период при исчислении неуплаченного периода охватывает моменты следующие. Получение дохода в период трудовой деятельности, относящийся к перечню видов деятельности, которым установлен поправочный коэффициент 0 к ставкам налогов и социальных платежей, утвержденному правительством Республики Казахстан, или в котором работодатель не исчислял или не уплачивал отчисления или взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с положениями правовых актов, принятых для обеспечения экономической безопасности страны, в период кризисной ситуации, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровья населения в соответствии с актами правительства Республики Казахстан. В случае, если при исчислении неуплаченного периода, такой период охватывает момент, возникающий до 1 января 2020 года, то он не включается в исчисляемый неуплачиваемый период. Для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования лица предусмотренные пунктом 10, под пунктом 10, пунктом 2, ст. 14 Настоящего Закона обязаны оплатить взносы в фонд не менее трех месяцев подряд предшествующей дате получения медицинской помощи. Лица, предусмотренные под пунктом 9, части 1, пункта 2, ст. 14 Настоящего Закона, которые не произвели уплату взносов в фонд для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования уплачивать взносы в фонд одним из следующих способов. За период 12 месяцев следующих за даты оплаты в размере 5% от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год с Законом о республиканском бюджете за каждый месяц. За неуплаченный период, но не более 12 месяцев предшествующей дате оплаты в размере 5% от минимального размера зарплаты, установленного на текущий финансовый год с Законом о республиканском бюджете за каждый месяц. Лицам, за которых не наступили отчисления или взносы в фонд, либо которые не уплатили взносы в фонд, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Значит, право на медицинскую помощь право имеется в виду выбора организации здравоохранения в системе обязательного социального медицинского страхования. Граждане имеют право выбора медицинской организации, оказывающей стационарную помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в случаях получения плановой медицинской помощи. Право выбора медицинской организации в системе обязательного социального медицинского страхования возникает у граждан с момента приобретения им права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. Медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. Виды медицинской помощи и деятельности обеспечения лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания в системе обязательного социального медицинского страхования предоставляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Государство гарантирует сохранность активов фонда. Сохранность активов фонда обеспечивается посредством 1. Регулирование деятельности фонда путем установления норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда. 2. Осуществление инвестиционной деятельности через Национальный банк Республики Казахстан. 3. Учета всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в Национальном банке Республики Казахстан. 4. Введение раздельного учета собственных средств и активов фонда. 5. Проведение ежегодного независимого аудита. 6. Предоставление фондам регулярной финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 7. Определение перечня финансовых инструментов для инвестирования активов фондов. 7. Нам необходимо сказать государственные органы, осуществляющие государственное регулирование системы обязательного социального медицинского страхования. 8. Государственное регулирование системы обязательного социального медицинского страхования осуществляет правительство Республики Казахстан, уполномоченный орган, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы. Компетенция правительства. Правительство Республик Казахстан утверждает перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. Принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации фонда в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан. Определяет перечень финансовых инструментов для инвестирования активов фонда. Устанавливает размер резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов. Устанавливает нормы и лимиты, обеспечивающие финансовую устойчивость фонда. Далее определяет правительство также порядок формирования и использования резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов. Определяет перечень государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, указанных в пункте 1 ст. 26 настоящего закона, и по иностранцам, временно пребывающим на территории Республики Казахстан и являющимся трудовыми мигрантами, а также членами их семей, их государств, членов Евразийского экономического союза, государственную корпорацию, для дальнейшей передачи информационную систему обязательного социального медицинского страхования. Выполняет иные функции, возложенные на немого Конституции Республики Казахстан настоящим законом и иными законами Республики Казахстан и актами президента. Компетенция уполномоченного органа. Уполномоченный орган определяет порядок и сроки исчисления, удержания и перечисления отчислений и или взносов на обязательное социально-медицинское страхование. Разрабатывает и определяет порядок и методику формирования тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского социального страхования. Также к компетенции уполномоченного органа относятся разработка размера резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов. Разрабатывает порядок формирования и использования резерва фонда на покрытие непредвиденных ресурсов. К компетенции уполномоченного органа также следует относить разработку норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда. Разработку ежегодного предположения об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения от активов фонда, направленного на обеспечение деятельности фонда. Далее разрабатывает уполномоченный орган перечень финансовых инструментов для инвестирования активов фонда. Разрабатывает и утверждает перечень формы, сроки предоставления финансовой иной отчетности фондам для обеспечения контрольных функций. Осуществляет анализ, оценку и контроль финансовой устойчивости фонда. Осуществляет внутренний контроль деятельности фонда в порядке, установленном законами Республики Казахстан. И вправе получать сведения о деятельности фонда, а также сведения о государственных органах и организациях, необходимые для осуществления своих контрольных функций. Осуществляет анализ, оценку и контроль финансово устойчивого фонда. Далее осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом, иными органами Республики Казахстан, актами президента Республики Казахстан и правительства Республики Казахстан. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обеспечивают реализацию прав граждан Республики Казахстан, кандасов, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, на медицинскую помощь в системе обязательности социального медицинского страхования. Обеспечивают планирование медицинской помощи в системе обязательности социального медицинского страхования. Оплачивает проезд внутри страны отдельным категориям граждан по перечью определяемым местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, выезжающих за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологических медицинских услуг в рамках медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. А также осуществляет в интересах местного государственного управления и иные полномочия, возлагаемые на эти органы. Так, ребята, участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются, это первое, плательщики, потребители медицинских услов, субъекты здравоохранения, уполномоченный орган, национальный банк республики Казахстан, фонд, государственная корпорация и иные уполномоченные органы. Ну, наше законодательство подвергается систематическим изменениям и дополнениям, в связи с тем, что законы, законы, принятые нашим государством, они ориентируются на международный стандарт. На следующем занятии будут продолжена эта тема, и мы рассмотрим другие аспекты именно в данной сфере. До свидания. Спасибо за внимание.